Тройная радость. Семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, сегодня вручили сертификаты на жилье. Документы на субсидию они получили из рук главы республики Вячеслава Бетарова. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии, но перед этим заглянула в гости к семье Ногаевых, в которой подрастают очаровательные тройняшки. Моя коллега Галина Григорян узнавала, в чем секрет семейного счастья, когда его в три раза больше, чем обычно. Это больше, чем любовь Элина Гунда и братик Георгий. Тройняшки, разница между ними всего минута, но родители с удивлением отмечают. Все разные. Малышам нет и трех лет, справляться с ними пока непросто. Папа Тимур Ногаев особенно гордится сыном. Говорит, несмотря на то, что он еще маленький, у них есть общее увлечение. Он к моей машине ничего не любит. Он узнает машину и мою, и дядю не узнает. Вечером с прогулки приходим, и вот в темноте он говорит, папа, на этой машине колеса по мне. Родители признаются, им повезло, дети очень дружные и минуты друг без друга не могут. Разница вот ровно минута между каждым из детей. И мы с детства как-то стали ее называть старшая, старшая, старшая. Может, поэтому она все у нас любит контролировать. Если кого-то не видит, мы, допустим, идем гулять, она сразу спрашивает, где Георгий, где Гунда. Она вот так контролирует, смотрит за ними, старается приглядывать, как старшая сестра. С появлением тройняшек в доме все поменялось. Теперь здесь всего по три, три бутылочки, три кроватки, три детских стула. Молодые родители до сих пор вспоминают тот момент, когда впервые узнали, что будет тройня. Признаются, было страшно. Конечно, это большая радость для нас была после осознания всего, всех рисков и проблем, которые, может быть, нас в будущем ждут. Ну, конечно, это большое счастье. Слава Богу, у нас все хорошо закончилось. Три маленьких человечика теперь растут с нами. Все трое очень разные и по характеру, и внешне. Хоть они и тройняшки, но они очень разные. Теперь молодой семье нужно жилье побольше. И возможность переехать в другую квартиру у них тоже есть. Сегодня они получили сертификат на улучшение жилищных условий. Уже планируют, какие будут комнаты у детей и как их обставят. Такую же возможность получили еще три семьи, в которых родились трое и более детей одновременно. Сертификаты и цветы им вручил лично глава республики Вячеслав Бетаров. Глава отметил, воспитывать детей нелегко, и власти готовы поддерживать такие семьи. В планах увеличить ежемесячное пособие на детей. Нам надо увеличивать и выплаты на ребенка, которые в республике сейчас очень малы. Сколько у нас? 150 рублей. Это очень мало. Но есть федеральные выплаты, которые более солидны. И мы их выплачиваем в сроки вовремя. Но будем и по республиканским выплатам, по мере своей возможности, увеличивать эту сумму. Прежде всего, пожелать здоровья вашим детям. Для матери это самое главное. Напомним, по республиканскому закону, семьи, в которых родились трое и более детей, могут рассчитывать на субсидии, на жилье. Сумма зависит от стоимости за квадратный метр. В Северной Осетии это порядка 35 тысяч рублей. Каждая семья получила 1 миллион 800 тысяч рублей. Право получить субсидии на улучшение жилищных условий имеют и семьи, усыновившие трех и более детей. Галина Григориан, Заур Кудзаев. Новости Осетии.